В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буфлаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава Ленинского городского округа Станислав Катаро провел личный прием населения. Переживать по судам смысла не имеет. Мы вас точно будем везде поддерживать, в суде в том числе. Врачи Видновской клинической больницы вернули жителю Ленинского городского округа возможность вести полноценную жизнь. Он испытывал боль, не мог ходить, не мог двигаться нормально. Во дворце культуры Видное прошел фестиваль актерской песни, посвященный творчеству Эльдара Рязанова. Фильмы Эльдара Рязанова очень музыкальные, очень правдивые, очень песенные. Фильмы Эльдара Рязанова В прошлом году был оборудован спуск от 11-го дома по бульвару Зеленой аллеи, ведущий к Центральному парку. Но чтобы до него добраться, пешеходам приходится пересекать проезжую часть и другие препятствия. Около 11-го дома идет вот эта вот стихийная парковка. То есть там физически сделан такой тротуарный островок, остров такой из тротуара. Но он заставлен машинами. Нам обещали, что будут эвакуировать машины. Они пару раз приезжали, поэвакуировали и все на этом. И всю зиму мы, получается, ходили через эти заставленные участки, через машины, по сугробам. Дело в том, что та территория, о которой мы говорим, напротив стадиона «Металлург», она еще принадлежит 11-му дому Зеленых аллей. Жители пояснили главе, где для них будет удобнее установить тротуар, а также предложили рассмотреть возможность открытия прохода от жилого комплекса к стадиону. Станислав Каторов дал поручение проработать вопросы своим профильным заместителям. Следующим на прием пришли жители дома 17 в поселке Суханово, который расположен в зоне строительства автомобильной дороги Юла и подлежащей расселению. В феврале прошлого года была проведена оценка квартир, которая не устроила собственников. Нам был выслан проект соглашения, на который, соответственно, никто не согласился. Там была, как нам даже на встрече в Минтрансе, обещали немного другую цену, что нам посчитают среднюю по рынку. Нам говорили, что возьмут пять квартир для оценки стоимости, первую, последнюю откинут, ну, как бы самую дешевую, самую дорогую откинут, и по средней стоимости, средней арифметической из оставшихся трех, высчитают стоимость. Но она не та оказалась. Но кроме проекта соглашения мы ничего не получали. Мы не получали ни договор, мы не подписывали ничего. В настоящее время Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры области в отношении собственников поданы иски в суд об изъятии имущества. Переживать по судам смысла не имеет. Мы вас точно будем везде поддерживать, и в суде в том числе. Тут важно, чтобы у нас с вами оценка, которая действует, она действует полгода с момента оценки. Абсолютно верно. Поэтому коллегам, а, придется сделать переоценку, да? А второе, значит, наше с вами мнение по стоимости квартир, оно тоже учитывается. В процессе переоценки мы натыкаемся на некую сумму, да, равнозначной квартиры. Ее мы фиксируем только через суд. Кроме судебных процедур зафиксировать стоимость больше никак нельзя. И даже конституционер, когда он заказывает оценку, ему, например, говорят, квартира стоит 5 миллионов рублей. Он больше, чем стоимость этой оценки оплатить не может, понимаете, да? Потому что у него тоже это перерасход там и так далее. Если в суде мы отстаем позицию, что стоимость квартиры, например, не 5, а 7, я, к примеру, сейчас говорю, то он обязан будет именно эту стоимость оплатить. И его это тоже устраивает. Для решения сложившейся ситуации Станислав Каторов предложил после повторной переоценки стоимости жилых помещений обговорить с застройщиками, ведущими свою деятельность на территорию округа, вопрос о предоставлении квартир, равнозначных по площади и количеству комнат, которые устроят жители Суханова. В ходе встречи были рассмотрены и многие другие вопросы. Все обращения взяты на контроль и будут проработаны в ближайшее время. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Врачи Видновской клинической больницы вернули жителю Ленинского городского округа возможность вести полноценную жизнь. Мужчина поступил в лечебное учреждение с жалобами на сильную боль в позвоночнике. После обследования пациента медики приняли решение провести операцию. Максим Козлов продолжит. Добрый день. Как ваши дела? Нормально, хорошо, самочувствие, отлично. Двигаемся, перебиваемся самостоятельно, без подручных средств. Сейчас и не скажешь, что Михаил Гарун всего две недели назад практически был инвалидом. До ломило очень сильно, что разогнуться не мог. Бывало такое. Ага. С помощью посторонней, ну, при посторонней помощи я разгибался. Сам не мог. В грудном отделе он испытывал боль, не мог ходить, не мог двигаться нормально. При перемене положения тела возникал болевой синдром выраженный. В октябре прошлого года Михаил получил травму, но не придал ей должного значения. Упал он на спину и произошло разрешение позвонков двух. Поначалу не обращал внимания. Думал, простудит. Ну, потом пришлось обратиться и попал к Сергею Николаевичу Шиперину. Боялся, но зайдя к нему в кабинет, расположил меня к себе так, что я вышел со всем другим человеком. При дополнительном обследовании у пациента выявлен такой диагноз, как спондилодисцит на грудном уровне. Воспалительное заболевание позвоночника, проявляющееся разрушением межпозвонкового диска и соседних тел позвонков. В такой ситуации какое-либо консервативное лечение уже не было бы эффективным, и врачи приняли решение о проведении операции. Санация гнойного очага, удаление разрушенных тел позвонков. Вместо тела ставится имплант, фиксируется винтами. Таким образом достигается стабильность в этом сегменте. Операция длилась около четырех часов и прошла успешно. Через неделю после нее пациент чувствует себя хорошо, активен и самостоятельно ходит. В настоящее время пациент отмечает положительный эффект. Отсутствие болевого синдрома, некоторые неудобства в связи с наличием приноша, температурной реакции нет, признаков активного воспаления нет. Действительно, уже на следующий день Михаила перевели из реанимации в общую палату. Расскажите о своих ощущениях, что вы сейчас испытываете? Сейчас по позвоночнику у меня никаких ощущений болевых нет, вполне комфортно. На третий день я уже самостоятельно один раз встал на доме. Ну, на пятый день я уже передвигался по коридору. Скоро пациент отправится домой, где ему будет необходимо пройти курс приема антибиотиков. Максим Козлов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Ежедневно нервнодушные жители приходят в кинотеатр «Искра», чтобы изготовить маскировочные сети и костюмы для мобилизованных. К ним на помощь пришли школьники из Видновского художественно-технического лицея. Более подробно расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. Камуфляжные сети и костюмы – самый распространенный тип маскировки, который позволяет обмануть врага, лишить его ориентировок, спрятать позиции. Ветераны труда завода «Мосмек» совместно с волонтерами плетут их для участников специальной военной операции. Мы уже год с лишним занимаемся плетением сетей. В прошлом году мы выиграли грант. Порядка 190 тысяч, а сейчас мы их осваиваем, эти деньги. Значит, мы закупили сети, закупили ткани. И в настоящий момент мы занимаемся плетением. 25 сетей мы уже сплели. Друженицы вручную нарезают материал на полоски и листочки, раскраивают и сшивают сети. Существуют разные техники плетения, например, травка или листик. Они отличаются друг от друга способом изготовления. Техника листик подразумевает хаотичное плетение с пятнами, цвет которых зависит от времени года. А про вид плетения травка расскажет волонтер Наталья Михалева. Через два узелочка на третий привязываем. Опять два узелочка пропускаем, на третий привязываем. Заниматься плетением достаточно легко. Справится даже ребенок. Поэтому на помощь труженицам тыла пришли ученики ВХТЛ. Они уже не первый раз участвуют в разных волонтерских мероприятиях, которые направлены на поддержку мобилизованных. Мы задействуем в этом деле разные-разные классы. Каждый раз мы выходим с разными классами. Письма мы пишем в школе, потом отправляем на фронт. Также наша школа принимает активное участие в оказании адресной помощи выпускникам нашей школы, которые активно участвуют сейчас в военной операции. Как только мне сказали, что можно прийти и начать плетить сети, я тут же согласился. Потому что все же это наши люди, которые защищают нас. Плетение маскировочных сетей и камуфляжных костюмов – дело кропотливое и длительное. В каждую ячейку вплетается доброта и любовь. Поэтому такая защита надежней любой брони. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ЕДНЕ-ТВ. Во дворце культуры «Видное» прозвучали нетленные произведения из всеми любимых кинолент. А на сцене воссоздали знакомые каждому сюжеты. Здесь прошел фестиваль актерской песни, посвященный творчеству Эльдара Рязанова. «Белеет мой парус» – так называется песня, которая исполнялась в фильме «12 стульев» Марка Захарова. После выхода ленты музыкальное произведение стало культовым. Одноименное название получил и фестиваль, который впервые проводился в честь 80-летия со дня рождения актера Андрея Миронова, игравшего Остапа. В этом году вечер посвятили творчеству Эльдара Рязанова. Фильмы Эльдара Рязанова очень музыкальные, очень правдивые, очень песенные. И поэтому мы решили, что в этом году будет наш фестиваль посвящен творчеству, песенному творчеству, фильмам Эльдара Рязанова. Это просто оплот нашего российского телевидения. Огромное удовольствие, которое сегодня получат и зрители, и сами артисты. Вот этот такой тандем соединения, взрыв эмоций обязательно сегодня случится. Зал действительно наполнился улыбками и радостью. Яркие костюмы и новое видение картин режиссера не могло никого оставить равнодушным. Секрет прост. Артисты тоже поклонники творчества Эльдара Рязанова. Песня у меня будет из кинофильма «Человек-амфибия». Кстати, эта песня звучала еще в одном кинофильме, третья не лишняя. То есть в двух кинофильмах прозвучала эта песня. Танцевальный коллектив исполнил цыганский танец из фильма «Жестокий романс». Яркие платья с алыми розами и грациозные движения переносят зрителей в события киноленты. Мы сегодня выступали в качестве цыган под песню, знаменитую песню «Махнатый шми». В концерте было место и сказки. Инклюзивная музыкальная студия «Колорит» окунула зрителей в атмосферу праздника, тепла и любви. Песня у нас из кинофильма «Чародеи» про любовь как раз к 8 марта. В общем, я думаю, что зрителям понравится. Не обошлось и без всеми любимого эпизода из фильма «Карнавал», где Нина ждет звонка от возлюбленного, но уже понимает, что это напрасно. Культовая сцена, сыгранная на новый лад, захватила зрителей не меньше оригинала. Я хочу слышать голос, как хочу освещать голос. Но гражданый голос твой... Позвони мне. Позвони мне, позвони из кинофильма «Карнавал», который исполняла Ирина Муравьева. И подумала, что, наверное, тема любви, особенно весной, она самая важная, самая трогательная. И с ребятами из «Звездного вальса» мы прекрасно провели три минуты на сцене. С героями фильмов Ильдара Рязанова смеялись и плакали взрослые и дети по всей России. Его киноленты отличаются искренностью, эмоциональностью, остроумными шутками. Вечер в ДК стал возможностью вновь окунуться в любимые произведения. Инга Инчук, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Спортсменки-красавицы к матчу готовы. Баскетбольная команда «Спарта НК-2» продолжает свой путь в первом раунде регулярного этапа российской женской суперлиги. В рамках которого состоялась встреча нашей молодежной команды со спартанками из подмосковного Ногинска. Матч прошел во дворце спорта «Видное». Игра завязалась на паркете уже с первых минут. Команды демонстрировали быстрый динамичный баскетбол. Первая четверть стала удачной для нашей молодежки, но уже к большому перерыву видновчанки немного расслабились и позволили соперницам выйти вперед. Нормальная равная игра, не очень хорошая защита с обеих сторон, потому что много легких ключей забиваем. Мы забиваем, Ногинс забиваем. Нам надо точно прибавлять защиту. Поддержать наших спортсменок пришли верные болельщики. Вторая половина матча действительно выдалась более эмоциональной и яркой. Напряжение не угасало ни на секунду. Однако в концовке спортивная удача оказалась на стороне более опытных спортсменок из Ногинска. К финальной сирене итоговый счет составил 88-83. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.